Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Как, живя в семье, научиться жить внутренней, духовной жизнью? Отродясь семейной жизни, была помехой к духовной жизни, но, напротив, она есть лучшее училище. Это жизнь распутная, это жизнь легкомысленная, жизнь, что называется, свободная. Действительно трудно сопрягаемо с наукой духовной, а крест законного супружества – это дело не легкомысленное и не для легкомысленных. И, как говорил один Экзегет и апологет веры христианской, хотя и не православный, семья – это прекрасное место, где, смиряясь с относительной инаковостью лица противоположного пола, с которым ты тесно связан, ты готовишься к единению с абсолютной инаковостью нетварного существа, то есть самого Бога. Лучше всего подготовиться к духовной жизни, к встрече с самим Божеством, терпением тех испытаний, которые неизбежно сопровождают человека по ходу его семейной жизни. Скажете, всяко много забот, и апостол Павел не зря жалеет учеников своих, которые ведут супружескую жизнь или на нее решаются. Будете иметь скорбь по плоти, а я вас щажу. Но ведь скорбь по плоти – это не лишение духовной жизни, но наоборот повод, преодолевая эти скорби, терпя их, оказаться победителем. Духовная жизнь состоит в той принадлежности души Господу Иисусу Христу, которая невозможна без церковных таинств, без молитвы, без духа покаяния, которая реализуется во внешности, в добрых делах, в любви к ближним, в милосердии, которые мы способны, оказываемся, являть ко всякому ближнему тогда, когда подлинно налаживается в человеке эта самая духовная жизнь. Супружество требует жертвенности, а это основа духовности. Духовность – это же не полеты валькирий, не балет в его каких-то эстетических великолепных проявлениях. Духовная жизнь – это самодача, духовная жизнь – это крест, который мы несем вслед за Господом. И семейная жизнь предполагает много случаев для полного преображения из эгоиста в альтруиста, из самолюбивого и настроенного на самоугождение молодого человека к ответственному и жертвеннослужащему своим родным, и не только им, отцу семейства, который является образом самого Христа, главы церкви. И это удобно достигается как раз тем, кто постепенно утверждается в добродетелях семейной жизни. Афан Затворник говорит, что женился – пол, свободы нет, детей родил – совсем свободы нет. Но это же не та свобода, которую нам более всего надлежит для себя выискивать или беречь. Когда апостол Павел, рассуждая между рабами и господами, говорит о том, что человек богатый или царствующий, если служит страстям своим, раб есть греха. А раб, трудящийся жертвенно, препобеждающий свою гордыню и всякие другие порочные склонности души, свободен во Христе. И говорит далее, если предоставляется возможность, избери лучшее. Некоторые толкователи замечали в этом предложении, все-таки при возможности освободиться из рабства и быть свободным гражданином. А Иоанн Златоуст, напротив, указывает, что эта мысль ведет к тому, что не столько ты заботься о своем положении зависимости или независимости, а мы уж сказали, что семья – это по преимуществу зависимость друг от друга, сколько, находясь в зависимости, избери то самое совершенное благо, как Мария некогда, благую часть избра, я же не отымется от нее, быть всегда при коленях, при ногах Господа Иисуса Христа, быть всегда в служении и внутреннем. Для этого лучшее средство непрестанная молитва, обращение ко Господу из глубины сердца своего, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И это круг тех внешних наших обязанностей, из которых состоит наша жизнь, семейная жизнь, монастырская жизнь. И вот тут и оказывается постепенное налаживание духовной жизни, которая потом уже станет столь очевидной, столь заметной в человеке, и будет она неразрывно связывать его с духовной матерью, церковью, неразрывно связывать его великим чувством любви и попечения о самых близких своих, что и апостол указывает, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот оставил веру, ну то есть и духовность, и хуже язычника. Ведь это серьезное предупреждение, думать, будто труды по благоустроению своего дома, по воспитанию детей, по решению жизненных проблем вместе с супругой являются чем-то разорительным для души человека. Но важно, в каком духе это все выполняется, важно, насколько человек этой школой благочестия, семейной жизнью восходит к образу Господа, который сам послужил и, когда умыл ноги ученикам своим, оставил им память и нам на все времена человечества. Вы говорите, что я учитель Господь, и правильно говорите, а я вам ноги умыл, ибо и вы должны поступать так же, ибо кто хочет быть первым, будь последним, кто хочет быть Господином, будь всем слугою. Потому и в нашей жизни бытовой, в нашей жизни семейной, как и среди забот монастырских, есть самое широкое, удобное и спасительное поприще восхождения к христианскому совершенству. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok